Мариуполь Александр Бабич прокомментирует за речью своего шахтера. Ну, начну прежде всего с того, что поражение, победы, удачи, критика – это часть нашей работы, это часть нашей судьбы жизни. И, скажем так, надо относиться к этому более творчески. И большие профессионалы как раз отличаются тем, что правильно, после таких игр, правильно сами себя и готовят, и восстанавливаются, прежде всего, психологи. Что касается игры, ну да, мы понимали, что будет много атакшекера, мы понимали, что много будет работы один в один, и мы над этим поработали. Но в первом тайме не получалось сыграть, скажем, в центре поля, мы, если играли компактно, то не успевали закрывать активный правый фланг с подключением в утку. В первом тайме мы использовали нашу обычную схему 4-2-3-1. Во втором тайме перестроились на 5-3-2 при обороне, и фланги не так активно стали работать. Но, будем откровенны, класс флабористов шахтера сказался, и моменты создавали возле наших ворот и во втором тайме. Что касается нашей игры в атаке, то были ситуации, когда мы могли выйти в атаку, могли выйти в контратаку, но вот этот простой брак во второй зоне мешал нам это сделать. Шахтер работал на шаг быстрее, и, конечно, этот брак во второй зоне открывал пространство для быстрых скоростных игроков шахтера. Вот фронтальный, где-то 3-4 атаки очень хороших у шахтера было, и на перехват в средней зоне, в второй зоне, и бегат на нашим воротам. Но нам расстраиваться особо некогда, понимая кадровый наш дефицит в сегодняшнем матче. Мы только желаем шахтеру, чтобы он отбирал очки у всех, и мы после таких игр только будем сильнее. Вопросы? Пожалуйста. Разом с тем, что сегодня, какие задачи? Добрый день. Какие задачи перед клубом сегодня? Если я Евро в команде, если ты, Игорь, какие задачи? Ну, знаете, у нас, я уже говорил, дебют был такой в Лиге Европы, непростой был дебют. И много и ошибок мы понаделали, и, скажем так, как в тренировочном процессе, так и в каком-то передвижении. Но это наш опыт. Мы хотим, нам понравилось играть в Лиге Европы. Мы хотим еще попробовать там сыграть. Сейчас, конечно, нам очень много очков мы подрастеряли. Сейчас нам надо, хорошо, что будет пауза для игр сборных, провести хорошо мини-сбор, мини-паузу, заполнить качественной работой и подготовиться к следующей выездной игре с Олимпиком. Нам сейчас первоочередная задача в Стрейбе – это попасть в первую шестерку. Еще вопросы? Пожалуйста. Как вы оцениваете действия голл-кипера в первом тайме вашего? Ну, могу сказать, что я доволен действиями Жени Горчука. Он нас выручает. Вчера на предыдущей тренировке Ростан почувствовал небольшой дискомфорт, но был готов сыграть на алкоре. Мы приняли решение все-таки поберечь здоровье нашего капитана. Потому что непонятно, как сказала сегодняшняя игра. Но мне доволен действиями. Поворучал, Женя повручал очень много. Наверное, каждая игра шахтером, любого соперника, работы хватает для батарей. Много, 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 атакую. Но я считаю, что сегодня его ошибок в пропущенных мячах не было. Все, кто остановился. Господин Белоскорчинов, черговый матч за участью лидера чемпионата обслуговывает Екатерина Монзуль. Ваши впечатления, эмоции? Что скажете? Ну, конечно, мы проиграли много эмоций на футбольном поле. Понятно, что хотелось, чтобы арбитр давал больше играть. Потому что мы были ситуации, ну, такие, мягко говоря, любой контакт был флот. Я настраиваю играть на агрессивном поле. Шахтером надо играть агрессивно, но посмотрите моменты. Никто, не было ни одной грубости в нашей стране. Это была жесткая мужская игра. И, конечно, хотелось бы, чтобы в некоторых эпизодах рефери давал играть. Все-таки в Европе сидят чуть по-другому и дают играть. Играли в игроке Филл Хортона, нас двоим игрокам зашивали голову, и соперник ничего не получил. Это была борьба. Борьба, верховая, стыки. Это была борьба. Поэтому здесь хотелось бы, чтобы больше давали играть. И правильно оценивали такие ситуации, когда есть нейтральный мяч, когда видим... Мы видим Славочку очень сильно, когда есть такая небольшая хитрая симуляция со стороны игроков. Поэтому хочется давать, чтобы рефери давал больше играть. Еще вопрос? Пожалуйста. После довольно успешного выступления игроков, не было ли предложений со стороны игроков по вашим игрокам? У меня пока такой информации нет. Мы только начинаем. Многие игроки, то же самое, как и я, дебютировали в Лиге Европы. Я очень хотел, чтобы мы выполнили задачи, и в будущем выросли, и все-таки были предложения от клубов из Европы. Но я считаю, что мы прошли, и эти Еврокубки, я уверен, что мы стали только сильнее. Если вопрос о местности, спасибо.